всем добрый день у кого интересует изготовление совы абсолютно без использования всяких резцов и там стамесок вот так примерно это происходит неважно сова это или орел вот это вот многие думаю знают это что это такое у меня это как старину был выжигатель такой принцип работа такой же смысл его в том что это нихромовая проволока она накаляется и спокойно режет древесину удобство заключается в том что если лобзиком какие-то нюансы в дереве сложно сделать потому как есть резкий разворот где могут быть сколы еще что-то то для нихромовой проволоки накаленной таких проблем нету то есть смело можно выпиливать достаточно с тонким шагом или как это сказать с тонким будет ну то есть это не не толщина пилы это вот толщина струны понимать это очень тоненько вот поэтому при дальнейшем и и допустим вот таком разрезание и склеивание в обратном порядке до шва практически не видно только видно что она черненьким цветом выделяется даже хорошо потому что таким образом подчеркивается контур вот мы значит уже часть крыла выжигали и вот первые перышко у нас получилось выжить или выпилить не знаю как правильно сказать сейчас будем каждый перышко выпиливать и ставить уже на отдельное панно где его будем уже доделывать чтобы он выглядел как как первая птица ну вот что у нас получилось части крыла вот здесь вы выкладываем заново но уже все часть у нас отдельно с продолжим выжигать и посмотрим что у нас получится аппарат выжигатель достаточно простой это у нас всего лишь пускозарядное устройство задача одна только найти нихром который сейчас не везде к сожалению есть да особенно значение имеет толщина проволоки которые необходимы для выжигания или в общем то как по мне очень удобная вещь все таки это все таки это пусть проволокой пусть стальной или как это выжигание но все-таки это остается вручная работа каждый изгиб это движение твоей руки да как поведешь так она и отпилит так что по-прежнему остается все не механизированы или не роботизирована конечно у меня есть регулирую регулировочный там ключ для специальной который может повысить температуру этой проволоки она будет алая алая красная но и будет жить гораздо быстрее но при этом тогда я не смогу так долго выжигать так как она быстро и рвет соответственно поэтому тут нужен баланс между скоростью выжигания и количество времени которое она может продержаться потому что естественно рвется через какое-то время не рвется проскать пережигается холодное время дым вот к сожалению очень едкий хотя он от дерева и не такой может быть едкий или вредный как от фанеры да но в любом случае нужно пользоваться вентилятором или вытяжкой я просто пока что вытяжкой пользусь вентилятора у меня нету вот сейчас будем выключать продолжаем работу вот такой пазл необходимо собирать каждый раз и и главное нечаянно его конечно не задеть ногой или рукой потому что потом собрать будет очень сложно это еще я подписал пока раньше я не подписывал да и приходилось конечно долго мучиться сборе данной конструкции вперед сообразил что подписав и даже если на рассыпется можно будет смело ее собрать продолжаем собирать наш пазл продолжаем Продолжение следует... 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 итак до собираем нашу мозаику и ура первая часть работы закончена конечно процесс не быстрый свето муторно очень и так не очень и усидчивый конечно человек в этом плане вот мозаика начинает не собираться это все выглядит что-то у нас не хватает что ли итак итак и не раз одну забыли не хочет ура мы смогли ну в общем первая часть закончена а и а и а и 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 Продолжение следует...